Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от слов Христа, это Евангелие от Марка, 11 глава, 23-24 стих, мы зададимся вопросом, обещал ли Христос дать буквально все, о чем бы мы не попросили у Него в молитве. И давайте прочитаем этот стих. «Имейте веру Божию, ибо истинно, говорю вам, если кто скажет, горись ей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. «Потому, говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Казалось бы, здесь однозначно говорится о том, что о чем бы мы не попросили бы, мы получим. Но просить надо с верой. С какой верой? Мы в самом начале прочитали «имейте веру Божию». Почему важно иметь веру Божию? Потому что так называемая личная вера, о которой много говорят протестанты, она глубоко субъективна. Более того, в послании к римлянам, 8 глава, 26 стих, сказано, что мы даже не знаем, о чем просить у Бога. Здесь сказано, «Так же и Дух, то есть Святой Дух, подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». То есть тот человек, вера которого субъективна, он даже не знает, о чем просить. Он может просить, но при этом в нем присутствует сомнение, а нужно ли мне это? Или он может просить то, что даже во вред ему. И мы знаем, что Господь отказывал даже своим избранным, когда они просили у него. Об этом мы читаем второе послание к Коринфянам, 12 глава, 7-9 стих. Это слова апостола Павла. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть». Жало в плоть. Какой-то недуг, как говорят одни отцы, или какая-то страсть плотская, как говорят другие. «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны». Ангел сатаны – это чаще бес, тогда речь идет о какой-то страсти. «Ангел сатаны, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился». То есть какое-то искушение, какая-то нравственная боль. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, «довольна для тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Действительно, Господь лучше нас знает, почему Он посылает нам какие-то испытания. Сейчас очень многие священники, монашествующие, миряне находятся в больницах с этим ковидом. И когда мы заболеваем, мы не должны спрашивать, почему, мы должны спрашивать, для чего. И неважно, какая это болезнь, там, рак или диабет или что-то еще. Потому что иногда Господь посылает нам такие испытания, чтобы в них, как золото в огне, очистить от примесей, от всего ложного. Так в случае с апостолом Павлом мы прямо видим, что ему было дано это жало в плоть, этот ангел сатаны, бес, удручал его. «Ради чрезвычайности откровений, которые имел апостол Павел, чтобы он не превозносился, чтобы всегда помнил, что человек есть человек, какие бы откровения он не получал бы от Бога». Это важно помнить, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Берегите себя, братья и сестры. Спасибо вас Господь.